здравствуйте уважаемые граждане казахстана сегодня хочу с вами поделиться пережитыми событиями сегодня должна была состояться пресс-конференция посвященная нашим женщинам которые находятся в тюрьме я приехала с маленькой евой мы настроены были абсолютно мирно взяла я взял с собой фотографии детей оксаны результате мы наткнулись конечно на группу настоящих террористов и экстремистов не увидела как они выглядят но почему-то эти люди находятся на свободе они хоть и кричали что они многодетные матери но это абсолютно никакие не матери навряд ли у них вообще есть дети они были скорее похожи на бультерьеров которых специально держали в будках обучали бросаться на людей ни одна женщина мать никогда не набросится на другую женщину который на руках ребенок они набросились на меня они меня толкали они меня пихали они пытались вырвать у меня силой ребенка то что его устроила истерику она кричала боялась им было наплевать так ведут себя наркоманы обдолбанные которым абсолютно насрать на все вот кому по-настоящему власть платит не моей дочери кто-то платит и она за деньги выходит на митинги нам никто не платит за это а вот этим вот шавкам явно платят вот этим вот бультерьером которые называют себя многодетными матерями которые якобы эти невинные создания пострадали от моей дочери вот их надо изолировать но почему-то эти люди ходят без намордника их почему-то никто не изолирует у нас можно нападать на людей у нас можно нападать на женщин с детьми у нас можно нападать на журналистов ломать им и они абсолютно знают что это все будет безнаказанно никто им ничего не сделает им очень хорошо платят за это они очень хорошо свою косточку свой кусок хлеба отрабатывают свои 30 серебряников не знаю конечно какие у них дети может такие же бультерьеры как и их мамы которые кидаются на людей но я вам так скажу они требуют от нас соблюдение законов а где они сами когда на нас совершаются такие нападения нас когда митинг совершается происходит полную целая толпа милиции растаскивает митингующих а здесь они хорошо подготовились ни одного полицейского но куча бультерьеров нападающих и кусающих людей почему-то здесь не было полиции значит когда власти выгодно когда ей надо свою жопу защитить и полиция идет вход все идет вход а когда власти не надо она берет покупает вот таких вот тетушек по полтонны которые одной рукой блин мужика может к стенке припечатать которые называют себя якобы многодетными матерями да я согласна конечно им хорошо живется они сказали что им очень хорошо живется им очень хорошо платят но только им они всем остальным женщинам всем остальным матерям у нас очень избирательная идет оплата у нас кому-то платят кто хорошо на власть работает кто хорошо хвостиком перед ней виляет тому хорошо платят то есть власть распускает слухи что нас кормят и содержит якобы облязов или еще кто-то что нам кто-то где-то что-то платит то есть то что сама власть содержит цепных собак она это не считает зазорным но зазорным она называет если кто-то кому-то еще оплачивает тем более мы ни от кого никаких денег не получаем кроме того что я открыла киви кошелек и карточку и идут пожертвования от людей от тех кто действительно сочувствует кто сопереживает и огромнейшее огромнейшее спасибо им за это потому что благодаря этой поддержке я могу дочери в тюрьму возить передачи я могу покупать еве хорошее питание кормить ее дочь посадили но никакого ни нуратана никого никакой помощи со стороны государства нету а вот такая помощь виде цепных собак пожалуйста нати кушайте на здоровье чего вы боитесь мне вот интересно хотя глупый наверное вопрос и так понятно чего власть за собственную жопу переживает собственную задницу прикрывает власть и у нас достаточно населения вот такого вот продажного есть видео в котором лица этих женщин прекрасно видны прекрасно освещены и я буду добиваться чтобы этих женщин всех привлекли к уголовной ответственности если вы хотите говорить по закону если вы посадили мою дочь по закону то вы обязаны привлечь каждую из этих женщин привлечь и посадить и дать каждый реальные сроки потому что именно эти люди представляют угрозу они моя дочь мы никого не пихали не толкали и не угрожали то что испытала сегодня я испытала моя внучка это полный и полный беспредел и полный бардак мы скинем вас мы этот режим сменим хоть вот с такими тетками хоть не с тетками вы все будете сидеть в тюрьме вы и и Продолжение следует...